привет парни привет девчата всем вам респект и уважуха как говорится меня зовут Виталий благодарю вас за ваши просмотры за ваши лайки к предыдущим видеороликам которые я посвятил плоской земле как видно из названия к этому видеоролику я его назвал секс на плоской земле и в эту тему я углубился и хочу с вами поделиться серьезными такими вещами итак поехали сегодня мы мы говорим с вами о сексе на плоской земле такая тема обоюдоострая интересная и тем кто интересуется интересуется этой концепцией плоской земли скажем поддерживает эту концепцию и тем кто защищает традиционную концепцию шарообразной земли обе стороны занимаются сексом и на плоской земле и на шарообразной земле и на шарообразной земле от этого никуда не уйдешь да так вот это нас объединяет обе стороны принципиальные вопросы которые мы пытаемся друг другу доказать существование именно плоской структуры земли с куполом мы применяем в этом вопросе инструменты мы смотрим видеоролики разные оценочные там вещи используются с разные явления и эти все явления доказательные используют инструменты так вот эти инструменты которые используют доказательстве концепции плоской земли эти инструменты изобретены изобретены где они изобретены то есть инструменты изобретенные в головах шароверов или людей которые живут на шарообразной земле в В открытом пространстве вы, дорогие наши друзья, которые ратуют за то, что Земля является плоским диском, используйте инструменты для доказательства вот этого состояния. Понимаете? Здесь вы ошибаетесь. И сейчас я вам покажу, где вы ошибаетесь. Эти инструменты вы не можете здесь применять. Вы не сможете доказать, что Земля плоская, используя инструменты, созданные на основе физического исчисления пространства и математического исчисления времени. То есть вы берете бинокль, созданный с помощью инструментов физики и математики на шарообразной Земле. Вы берете фотоаппарат, фотографируете там через залив объект, находящийся на большом расстоянии и так далее. Вы берете инструменты из шарообразной Земли. Это принципиальный вопрос. То есть здесь у вас нет инструмента. Здесь инструменты есть, а здесь инструментов нет. Далее. Почему у вас нет этих инструментов? Потому что у вас нет изобретателей, нету сообщества, нету никаких институтов, никаких нету, которые могли бы вам предоставить такие инструменты. Нету таких инструментов у вас. И вы берете инструменты шарообразной Земли и пытаетесь измерить неизмеряемые параметры. То есть эти инструменты не могут измерить параметры плоской Земли. Не могут измерить. Они измеряют параметры шарообразной Земли. И мы видим в ваших доказательствах, в ваших видеороликах, о том, что вы берете таблицу кривизны Земли, математическое измерение, берете там расстояние видимое с помощью оптических приборов, созданных на шарообразной Земле, да, и пытаетесь, пытаетесь подогнать вашу концепцию плоской Земли с помощью этих инструментов. Подогнать, как бы итог подвести такой, сказать, да, вот, видите, эти инструменты, я их измеряю, я их высчитываю, и у меня не сходится, не сходится итог, не получается, что Земля шарообразная, получается, что Земля плоская. И ваши доказательства не являются такими весомыми, потому что это явление, временное явление. Это явление сегодня здесь произошло, завтра приходит туда на это место другой человек, пытается это же явление повторить, увидеть, чтобы измерить и удостовериться в ваших измерениях, и у него это не получается. Это важно. Поэтому данные инструменты не могут достоверно вам доказать и повторить этот опыт. Повторить и еще раз доказать, что Земля плоская в данном разрезе, в данном подходе, с этого места вы сфотографировали, и у вас не получается. Все, друзья, а вам нужны инструменты, созданные на плоской Земле. Почему у вас это не получается? Еще раз повторяюсь, потому что у вас нет института, нет сообщества. Общества нет у вас. Вы не собираетесь вместе, вы не проводите конференции научные, вы не проводите изыскательские работы, у вас нет никакой гражданской ассоциации, и так далее. Почему это у вас нету, а? Почему? То есть у вас нету какого состояния. У вас нету какого состояния. Сейчас я вам напишу, какого состояния. Вот у людей, которые относят себя к шароверам, там есть такое слово вера. Вот здесь слово вера есть, присутствует. Люди верят в то, что Земля шарообразная. У них глубокое состояние веры, которое передается из поколения в поколение, оно строено, структуру образования и так далее. Здесь состояния веры нет. Вы не верите сами, что Земля плоская. У вас другое состояние имеется. Какое? У вас имеется состояние надежды. А здесь имеется состояние веры. Так вот, чтобы вам перейти к созданию своих сообществ, созданию своих институтов и поиска талантливых людей, которые способны изобрести или трансформировать те инструменты, которые существуют для измерения на шарообразной Земле, вам необходимо для того, чтобы у вас появилось состояние веры, а не надежды. Понятно? Вы должны верить, глубоко верить, убеждение на вас должно быть такое полное, что я верю, что Земля плоская. Все, ребята, я верю. Как только у вас такое состояние появится, у вас изменится вся ваша жизнь. Я вас это уверяю. Понимаете? А вы находитесь в дискуссии на Ютубе или дискуссии на телевидении или в каком-то еще месте. Вы дискуссируете. Вы надеетесь, что вам поверят другие люди. Вы надеетесь убедить других людей в эту идею. Понимаете? Что она имеет свои рациональные, прагматичные какие-то основания. Вы можете доказать. Эти доказательства могут другие люди повторить. И так далее. Вы надеетесь. Надеетесь. У вас очень слабое такое основание собственное. То есть вы не находите сами на плоской Земле. В этом проблема. Поэтому я настоятельно вам рекомендую. Если вы хотите доказать, что существует плоская Земля и вы на ней живете, существуете, то у вас должно быть состояние веры. Это состояние веры вам даст именно необходимость создать какое-то сообщество, конгломерацию какую-то, в которой вы выделите узкую группу, найдете талантливых людей, которые начнут разрабатывать инструменты для измерения плоской Земли. Это, значит, второй вопрос. Следующий вопрос касаемо секса. Почему секс у нас здесь объединяет обе стороны. И плоскую Землю, тоже на плоской Земле, и шарообразную Землю. Потому что из этой категории секса мы можем понять, в чем принципиальное различие этих двух состояний. А именно, секс это что такое? Это близость, состояние близости. Так вот, мы на шарообразной Земле с вами занимаемся близостью. То есть, количество близких отношений мы стремимся увеличить в своей жизни. Увеличить, чтобы обеспечить что? Обеспечить себе безопасность, как я говорил в предыдущем видеоролике о том, как переселяться на плоскую Землю. То есть, благодаря близости, близким отношениям, близким связям мы создаем больший уровень безопасности, больший уровень комфорта и больший уровень эффективности своей энергии, своих результатов и так далее. То есть, здесь сексом постоянно все занимаются, все движутся, состояние секса находится. Ну, секс это физиологическое явление такое, мы знаем между полами. И в том числе, дальше мы можем найти признаки секса психологического, как говорим мы, грубо говоря, трахаем друг другу мозг. И далее мы видим, что секс мы используем в такой же интерпретации в отношениях между людьми. Мы пытаемся повлиять на других людей с помощью эмоций и чувств и проникнуть в их сознание, как мы говорим, да, сознание проникнуть и повлиять на принятие решения этими людьми. И лишь бы они сделали какое-то действие в нашу пользу, да, да. Поэтому сознание, сознание у человека, живущего на земле, напоминает вот такой дуршлаг напоминает. Дуршлаг. Сознание все истыканное. В чем проблема на шаробразной земле? Шаробразная земля наша проблема в том, что она ограничивает нас во времени. То есть мы все прекрасно знаем, что наше время ограничено. Ограничено наше время жизни и это субъективное состояние ограничения по времени мы все наблюдаем. Люди стареют, умирают и так далее, и так далее. Много умирает людей. Жизнь, время ограничено. В этом бесконечном пространстве мы говорим, да, в этом бесконечном пространстве время жизни ограничено. И время является ограничивающим таким ресурсом. Принципиальный вопрос, что на шарообразной земле в бесконечном пространстве время является инструментом измерения пространства. Как это делается? Что такое метр? Посмотрите, прочитайте. Что такое метр? Это время прохождения луча, понимаете, света. Луч света проходит в пространстве за определенное время, и вот этот кусочек этого пространства мы отрезаем и называем его метром. То есть, вот здесь на шарообразной земле бесконечное пространство, но чтобы пространство сделать своим ресурсом, мы его измеряем с помощью скорости света за какой-то отрезок. И делаем, вот здесь один метр, пишем. Вот это один метр, который мы измерили с помощью скорости света, времени, и сказали, что это один метр. Здесь на плоской земле все наоборот будет существовать. На плоской земле время бесконечное, пространство ограничено. Понимаете? На плоской земле, когда вы окажетесь на плоской земле, я сейчас говорю именно о том, что вы плоской земле, находитесь на шарообразной земле, в своем сознании, пытаетесь доказать, что существует плоская земля. Вы не сможете это сделать, пока вы не поймете вот эту философию, как говорится, вот эту метафизику, которую я вам говорю. Эта метафизика, она очень близка к реальности, когда вы посмотрите на пространство ограниченное, то есть в ограниченном сознании вы находитесь, ограниченное пространство, вследствие чего бесконечное, бесконечное время, и тогда категорией вашей жизни, категорией вашего существования, длительностью вашего существования, станет не время, время бесконечное. А что оно станет категорией измерения вашего существования? Категорией вашего существования станет пространство. вот время вы это время измерите с помощью пространства понятно то есть если не понятно посмотрите себе вниз что у вас там из задницы растет у вас и задницы растут ноги ноги растут у вас и задница не колесо растет если вы вы жили на шар-образной земле у вас были задницы масло колесо и вы бы катались 7 лет той кто быстрее то быстрее вы трогаете здесь все время вы здесь на задницу сидим на задницы время смотрите в машине на задница и едете быстрее надо добраться куда ты и У вас ноги растут, потому что вы живете на плоской земле. То есть ваша физиология, ваше тело показывает вам, что вы живете на плоской земле. И ноги, ноги являются критерием вашей продолжительности жизни, вашего существования продолжительности. То есть здесь принципиальный вопрос на плоской земле сколько расстояния, какое расстояние вы проходите, и это расстояние равно продолжительности вашего существования. То есть здесь вы живете, существуете на плоской земле дольше, если вы большее расстояние проходите. Понятно? Вот это критерий главный для плоской земельщика. Когда в вашем сознании образуется понятие такое, веры в плоскую землю, вы создаете сообщество, в котором вы найдете талантливых людей, которые создадут инструменты на основе бесконечного времени. И это время измеряется ограниченными кусочками, кусочками пространства, которое существует прямо под нашими ногами. Сделайте шаг, посмотрите на свои ноги, посмотрите. Вот он кусочек, который измеряется в время вашей жизни. Время, как говорится, с помощью этого пространства вы идете, идете, идете. Эти шаги, которые вы ходите, увеличивают продолжительность вашего существования здесь. Понятно? Тогда вы сможете создать инструменты, тогда продолжительность вашего существования станет бесконечным и зависеть будет только от ваших ног, от способности вашей передвигаться по плоской земле. То есть, чем больше вы пройдете и вы, то вы получите меньшее количество близости. Понятно? Вы будете меньше тут трахаться, вам не будет необходимости трахаться. Вы будете в другом состоянии находиться. Здесь секс у вас будет другой, здесь будет творческий секс, творческая близость. То есть, вы не будете куда попало идти, потому что шагать ногами не так просто. Вы будете точно целеустремленно идти, вы будете делать запрос миру, вы идете с определенной целью, чтобы добиться определенного результата. Вы идете на встречу кому-то, на свидание кому-то идете, с помощью ног. Ногами идете, не так просто пройти 10 километров, и попробуете походить 10 километров. Вы придете и скажете, на хрена я сюда пришел. Здесь меня никто не ждет. А я прошел 10 километров, елки-палки. Это мое существование, я потратил мое существование. 10 километров я прошел зря. Понимаете? Если сейчас вы говорите, я просидел в пробке два часа в машине, это ужасно, ужасно два часа я просидел в пробке. Я мог бы все это время что-то там поделать. А на плоской земле нет, вы пройдете 10 километров, и вы будете говорить совершенно по-другому в вашем менталитете. То есть вы не пойдете куда-то, не пойдете. Вы точно будете туда запрос посылать, в этот мир, в пространство, строить с ним отношения с пространством, с миром. Туда получать отклик, и там вас будут ждать. Ждать вас там будет женщина. Ждать вас будет там партнер по творчеству, по проекту. И поэтому вы сможете создать такие инструменты, которые требуют достаточно большого затратного времени. То есть время бесконечно. Здесь вы сможете создать эти инструменты. Инструменты, необходимые для измерения плова на плоской земле. Это важно. Итак, друзья. Сегодня мы с вами говорим о сексе на плоской земле. Говорим о том, что попасть на плоскую землю вы можете. Вы можете доказать, что она существует. Доказать, если вы сможете поверить в это дело. Поверить в это дело. Как только вы поверите, вы окажетесь на плоской земле. Как только вы откажетесь на плоской земле, у вас изменятся критерии вашей продолжительности существования. Вы начнете измерять продолжительность существования с помощью своих ножек, ножек, ножек. Между ножками, вот это расстояние-то, есть продолжительность вашей жизни. Сколько вы прошли ими, столько вы проживете, просуществуете на плоской земле. А здесь вы вынуждены сидеть на заднице и смотреть на часы постоянно. На часы. Вот я освободился, вот у меня свободное время, вот у меня не свободное время. Здесь никакой проблемы со временем нет. Поэтому вы создаете сообщество, создадите какой-то институт свой, найдете талантливых людей. Они будут иметь ресурс бесконечного времени, но в то же время они будут вынуждены ходить ногами. Вынуждены ходить, но будут радоваться этому движению, потому что каждый шаг увеличивает продолжительность вашего существования на плоской земле. Итак, друзья, многое я наговорил по этой теме. Надеюсь, вы не сильно запутались, но поняли, что концепция существования плоской земли может иметь обоснование, если она будет иметь инструменты. Эти инструменты вы можете создать, если будете глубоко верить в эту концепцию, глубоко верить в эту концепцию, и сможете создать на этой основе этой веры свои сообщества, в которых вы найдете талантливых людей, молодых или немолодых, которые смогут получить тогда большой-большой ресурс неограниченного времени, в котором создадите эти инструменты и покажете всему миру, что имеется такое интересное состояние плоской земли. Поэтому, друзья, всем пока, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, задавайте вопросы, пообщаемся. Всех вам благ, с вами был Виталий, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok